Ну что ребятушки, всех снова приветствую, с вами как всегда Юрий Кот, сегодня мы поиграем в игрушенцию Spore, которая вышла у нас в стиме 19 декабря 2008 года, у нее очень положительные отзывы и мы предпринимали попытки постримить ее, но тогда у нас ничего хорошего из этого не вышло. Дело в том, что программа OBS, через которую я провожу трансляции, на выходе, вам дорогие зрители, она почему-то била картинку, были разноцветные артефакты, в общем это никуда не годилось и я решил отказаться от стримов по этой игре, но проверив как записывает ее бандикам, я удивился и убедился в том, что все отлично и все нормально. Сегодня на канале будет у нас выпущена первая серия, она будет в тестовом режиме, вы мне скажете, возможно что-то не так с видео, но я надеюсь, что этого не произойдет. Что же из себя представляет игра? Наверняка такая информация нужна для тех людей, которые не знают об этой игре абсолютно ничего, хотя таких наверное очень-очень мало. Нам придется развиваться от одноклеточного до повелителя галактики, нужно будет развивать существо в созданной нами самими вселенной. Нужно пройти 5 этапов эволюции в игре. Это клетка, существо, племя, цивилизация и космос. Каждый этап обладает собственным уникальным стилем, испытаниями и целями. Ну что, давайте выберем планету и попробуем немножечко повыживать. Если вы хотите больше этой игры на канале, несмотря на то, что она старая, но она действительно очень угарная, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал и тогда возможно все это у нас будет. Новая игра. Выбираем. Здесь у нас есть вот такие вот иконки. Этап клетка, создать форму жизни с нуля. Помогите ей выбраться из первичного бульона и вступить на путь обретения разума. И есть этап существо. То есть мы можем пропустить этап клетка и сразу начинать играть за этап существо. Путешествуйте по миру, общайтесь с другими существами и помогите своему подопечному обрести разум. Здесь, как вы понимаете, оставшиеся три этапа, последний из которых это, собственно говоря, космос. Но давайте начнем с самого, как говорится, начала. Нам необходима клетка. Травоядные существа поглощают растительную пищу, плотоядные существа поглощают животную пищу. Давайте, наверное, выберем плотоядность, почему-то мне так хочется. Здесь нет никаких скинов. Ну вот будем играть за то, что нам, в принципе, дают. Вот. Теперь переходим дальше. Выбор уровней сложности, стандарт. И, собственно, здесь нам нужно ввести название планеты. Так как у меня креативности очень мало, я предлагаю, не знаю, ну как, Марс, Земля, есть у нас плод. Давайте назовем ее какой-нибудь Марсеблей. Мне кажется, это будет забавно. Марсебля. Нормальное название для планеты. Почему, собственно говоря, и нет. И переходим дальше. Сейчас будет заставочка летящего метеорита на планету Марсебля, где как раз и будет зарождаться новая жизнь. Слушайте, ну даже для 2008 года к оценке, в принципе, не четок. Мне нравится. Если у вас, ребята, будут какие-нибудь советы, если вы можете посоветовать что-нибудь интересное сделать в этой игре, то, конечно же, рекомендуйте. Я обязательно буду читать комментарии и прислушиваться. Буууу. Хорошо. Хорошо. Прям эпичненько, я бы даже сказал. Ну, тип, мы, наверное, в воде. Отсюда мы будем начинать наши с вами приключения. Отлично. Вот он, наш красавчик. Это обклетка. Все решения, которые вы принимаете, влияют на жизнь существа. Основная задача на этапе клетка питаться, расти и развиваться. Рост существа виден на индикаторе развития в нижней части экрана. Развитие. Это индикатор развития. Потребляя пищу, клетка будет получать баллы ДНК. Эти баллы можно тратить на новые фрагменты. По мере развития существо становится все больше, а мир вокруг него расширяется. Я не против. Так, управление нам теперь отдали. Многие, кстати, скажут, что «Эй, чувак, почему ты не играешь за чувака, который жрет растения?» Ну ведь это типа нормально. Ребят, ну я могу, у меня есть выбор. Собственно, я выбрал уже плотоядность. И да, я знаю, что можно быть и тем, и другим. То есть где-то приблизительно вот напополам сделать свою клетку так, чтобы она питалась и животными, различными материалами и растительными. Так, давай, жуй. Жуй, твою мать. Ваша клетка – плотоядное существо. Чтобы покормить клетку, охотитесь на других существ и подбирайте кусочки чего-то. Сейчас прочитаем. А, ну в принципе у нас выполнено это задание. Короче, да, нам нужно есть вот этот красный корм. Воу, 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 воу. Слышь, как тебя зовут, кстати? Золоток? Или мне показалось? А ты у нас пустячок. Ха-ха. Пустячок. Нет, 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 я сюда не пройду. Я пока не готов с тобой с... Вот с тобой я точно не готов срази... Нет, твою мать, беги отсюда! Беги, 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 беги. Господи, его челюсти просто ужасны. Его челюсти просто ужасны. Я не хочу с ним вступать в схватку, потому что из этого ничего хорошего не выйдет. Давайте мы отсюда, наверное, свалим и найдем более благоприятное место для жизни. Другие клетки и обломки метеоритов могут стать источниками новых фрагментов, каждый из которых может нам, ну, помогать прокачиваться. Когда обнаружите новый фрагмент, подплывите к его пиктограмме. Хорошо, я не против, давайте попробуем. То есть за счет вот этих вот карточек мы можем с вами получать умение, прокачивать их в редакторе персонажа. Атака и разрушение. Мы получили с вами шип. Кстати, к слову, у нас в этом самом редакторе и были проблемы с артефактами на стриме. Используйте зов, чтобы найти партнера и открыть редактор. Слушайте, ну, может быть, еще немножко подрасти? Не рановато ли нам искать самочку? А пустячки-то стали пустячковыми, смотрите. Совсем уменьшились, малютки. Теперь это корм для рыбок. Давайте попробуем их пожевать. Так, спокуха. А вот тебя я смогу съесть, интересно. Давайте золоток. Давайте попробуем его догнать. А-а-а, я жирный и неповоротливый. Спокойно, спокойно. О-о-о, он, слушайте, сопротивляется. Нет, дружище. Мы ударились клювиками своими. Но я тебя все равно догоню. Я буду тебя догонять. Кстати, наши глаза похожи почему-то на... Не знаю, штуки такие есть у субмарин. Отлично. Мы его, смотрите, разгрызли. И теперь можно забрать вот эти вот фрагменты плоти. Ну, по всей видимости, это плоть или что-то в этом роде. Так, здесь еще существуют потоки, против которых, ну, достаточно проблематично плыть. Слушайте, а вот эти ублюдки, они большие. Колючий скром. Да, у каждого есть название. Интересно, как мы назовем своего персонажа? Беги, 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 беги. Плыви отсюда, плыви. Давай, нам не нужно. Он слишком, он слишком плох. Он слишком могуч для нас. Мы не хотим с ними вступать ни в какие. Контры. Просто валим. Слушайте, давайте, наверное, позовем все-таки. О, она где-то наверху. Ну, хорошо. Давайте поплывем теперь наверх. Интересно, я успею как-то с ней повзаимодействовать? Самочка, приветик тебе. Хей, хей, хей. Ну, смотрите, она больше по размеру. Не знаю. Это, наверное, как у богомолов каких-нибудь. Когда они спариваются, самцу потом отгрызают голову. И, наверное, вот этим клювом здесь точно так же это все происходит. Редактор клеток. Для выбора режима пользуйтесь кнопками в верхней части редактора. Хорошо. То есть здесь я могу типа красить. Здесь я могу создавать. Ну что, давайте попробуем придать какую-нибудь другую форму нашей клетке. И я не знаю, честно говоря, какую форму можно ей придать. Сделаем вот так. Сделаем ее пожирнее немножко. Попробуем ее как-нибудь. Ну, вот я бы задницу ей сделал побольше. Почему? Потому что я хочу поставить туда тот самый новый шип. Вот эти штучки. Я могу, как это называется, жгутики. Я могу их увеличить. Естественно, пусть они стоят где-то здесь. И шип. Атака и разрушение. 10 баллов необходим. Я не знаю, что такое. Наверное, какие-нибудь баллы. Значит, его можно поставить вот таким вот образом. Но я бы предпочел поставить его вот таким вот образом. А мне кажется, что так будет намного... Они что, больше не делаются, что ли? Печальненько. Нет, делаются все нормально. Че-то подглючило. Хорошо. Есть у нас два вот таких шипика. Есть у нас жгутики. А есть у нас рот, который я могу сделать больше. Слушайте, ну нормально, нормально. А что с глазами? Давайте мы их тоже сделаем побольше. Как-то вот так пусть будет. Ну и какую шкурку мы выберем? Я, честно говоря, не знаю. Давайте полосатика какого-то сделаем. Будет у нас желтый, мать его полосатик. Выбираем. Описание. Метки разделяются за пятой. Ну смотрите. Если у нас планета называется Марсебля. Давайте это будет какой-нибудь Марсеблянин. И, кстати, здесь нет абсолютно никакого мата. Если вы так решили, то вы ошибаетесь. Марсеблянин. Нормальное, да, вот первое, собственно говоря, название для существа, которое живет на Марсебле. По-моему, все сходится. Выбираем. Отлично. Ну что, ребят, продолжаем дальше. Посмотрим, к чему это все приведет. Наверняка на этом видео мы с вами пройдем абсолютно все этапы, которые здесь есть. Жрем. Нормальный такой чувачок получится. Смотрите. Он прям вот такой вот весь. Ну, классненький. Классненький. Мне нравится. Только давай, наверное, отсюда уплывать, потому что здесь для нас неблагоприятная обстановка. Вот эти черные. Живун. Живун, наверное, потому что он жует. Плыви, твою мать! Плыви, плыви, плыви. Хорошо. Тихо, 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 тихо. Мы стали больше. Мы стали больше. Мы стали сильнее. Да хватит меня пинать. Че я вам, по-твоему, тут лошпед какой-то. Я хожу, и мне нужно всех вас сожрать, ублюдки. Отлично. Еще один готов. Давайте его поедим. Отличненько. Хо-хо-хо-хо. Он успел, ребята. Он успел нас обидеть. И ты, 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 плыви. Отлично. Слушайте, шип только что защитил нас. Щит реально... Щит, говорю, господи. Шип. Он нас защитил от нападения со спины. И очень, знаете, это... Нельзя так. Нельзя так. Это очень глупо. Это очень дерзко. И нужно всегда нападать. Ну, я же все равно тоже буду нападать со спины. Почему нет? Ладно, окей, простим чувака. Но нужно будет вернуться его и сожрать, мне так кажется. Остается совсем немножко до конца второго этапа. Плыви. Воу, это ж, короче, чувак, который питается, да, растениями. Ну, он уже все. Он проглочен. Он забит кем-то другим. Брызгун. Я вот это возьму. Нет. Плыви, 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 плыви. И давай, плыви, он нас слышит. Я так понимаю, что вот эти молнии, это звук типа от ударов его челюсти. Что, еще где-то появилось? Ах ты, сволочь. Нет, не нужно меня поедать. Он слишком, он слишком большой. Он слишком большой, ребят. Твою мать. Он меня просто взял и съел. Ну, что ж, я могу сказать. Такое случается в жизни. И, да, быть клеткой на самом деле это очень сложно. Но хорошо. Мы попробуем сделать это еще раз. Очень жаль, что я не взял вот эти вот... Осколки. Которые где-то там появились. Хотя, может быть, не все потеряно. Я не знаю, они остаются или нет. Но где-то, мне кажется, они должны быть. Была бы какая-нибудь миникарта, что ли. Какая может быть миникарта для клеток, согласитесь. Это глупо, наверное. О-хо-хо-хо-хо. Здесь живность еще хуже стала. Вы только посмотрите. Опасные какие-то чуваки кислотные. Ты у нас кто? А-а-а. Панник? Нет, 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 нет. Отлично. Мы его ранили. Давайте попробуем теперь его попреследовать. Может быть, мы сможем ему отомстить. Еще одного. Давайте вот за этим последуем. Почему нет? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Я тебя вижу. Я тебя вижу. Я за тобой слежу. Я за тобой слежу, дружище. Ты моя еда. Ам-ам. Я должен тебя съесть. Слушайте, ну они быстрые. Они быстрые, потому что у них вот эти вот крылья. Отлично. Реснички. Высокая скорость разворота. Вот это хорошо. Вот это хорошо, ребят. Но кого бы нам еще сожрать? Вот, смотрите, какая мелочь. Ёпта. Планктон. Давайте его тоже сожрем. Мы подвыросли. Мы подвыросли. Я не знаю, стоит ли сейчас звать самку или дойти до конца третьего этапа. У нас шкала разделена просто на пять частей, ребят. Давайте попробуем. Вот еще плывет один такой же. Вряд ли он нам что-нибудь даст. Да, дружище. Жизнь боль. Тебе нужно с этим смириться. Особенно, когда у тебя на хвосте такой сильный и опасный чувак, как я. Марсиблянин. Нет, вот в кислоту я не поплыву. Ладно, мы его упустили. Ничего хорошего из этого не вышло. Но наверняка же есть кто-то еще. Слушайте, ну стало сложнее выживать. Я думал, будет чуть-чуть попроще. Я могу. Я могу. Иди ко мне. Иди ко мне. Нас затормаживают вот эти бульбашки. Ну, чувак, поддайся мне. Я могу как-то ускоряться? Я не помню просто, как это работает. Я, ребят, не помню, как это работает. Отлично. Давай, давай, давай. Вот же ж он рядом совсем. Есть такое дело. Сваливай, 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 сваливай. Используйте зов, чтобы найти партнера и открыть редактор. Да, наверное, будем следовать, ребят, подсказкам. И, собственно говоря, открывать и спариваться на клеточном уровне пока. Интересно, как это происходит, когда... Хотя я же взрослый человек. Я знаю, как это происходит, когда ты не клетка. Точно. Я забыл. Ладно. Посмотрим. Реснички. Высокая скорость разворота. Давайте попробуем поставить. Я вот только... Ну, блин. Реснички, конечно, штука прикольная. Но нужно будет как-то сделать это вот так. Так, сильно изменять мы его не будем. Чуть-чуть... Чуть-чуть сделаем ему побольше задницу. Сделаем вот так. Глаза передвинем чуть-чуть вперед. Собственно, рот у нас и так уже большой. Давайте попробуем поменять ему... Ладно. Не будем ничего менять. Пусть пока плавает так. Возможно, попозже, на следующем этапе, мы поменяем ему окраску. Я не ту кнопку нажал просто, ребят. Смотрите, какой жиробасик у нас плавает. Такой... Хэ-хэй! Ну, чё, чуваки? Давайте жрать. Давайте питаться. О, вот это вот опасно. Вот это вот опасно. Плыви, 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 плыви. Я стал больше, а теперь я буду охотиться за тобой, сволочь. Нет, не буду. У него... У него есть шипы со всех сторон. Господи, что это за монстры, куда я попал? Плыви, 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 плыви дальше. Слушайте, ну на этого ежа вообще не вариант. А чё он со мной делает? Он меня пьёт! Он меня пьёт! Ускоритель! Отлично, мы получили ещё одну карточку. Ну или обломок метеорит. Я, честно говоря, не помню, что это за говно. Но, наверное, какой-то обломок метеорита. Мы ими питаемся. Ну, а почему нет? На этих чуваков с шипами лучше вообще не нападать. Это наш. Это наш. Он нас трогать не будет. Смотрите, какие они резкие. Они вообще очень резкие. Я думаю, что если я поставлю себе такую же турбину, я смогу тогда уходить от хищников очень быстро. Нет! Господи, какие у него челюсти! Сваливай, сваливай, сваливай. Тут даже попитаться некем. Все какие-то сшипованные. Все прокачанные, тюнингованные. Ну, дайте мне хоть какое-нибудь... А че ты меня преследуешь, братан? Слышь, я ж могу и развернуться. Ну, ничего не сделай тебе. О-о-о-о! Пули, пули, пули. Плыви, плыви, плыви. Он сейчас будет разворачиваться. Какие у него огромные шипы. О, смотрите, че это такое? Это нужно разгрызть. Яд. Выделение яда. Мы с вами теперь можем поставить яд. Так, это че у нас такое? Найти новые фрагменты. Хоботок, всеядность. Слушайте, ну мы сейчас прокачаемся с вами достаточно серьезно. Привет, дружище. Ты очень вкусный, поэтому я питаюсь только вами. Ну, вообще, на самом деле, я вру, потому что... Мне больше некого есть, и вы самый подходящий корм для меня. Все просто слишком опасные пока что. Но ничего страшного. Я думаю, что мы с вами справимся, ребят. Плыви дальше. Плыви дальше. Третий этап. Я тебя вижу. Я попробую. Куснул, куснул. Отлично, ребят, смотрите. Еще одного куснул. Мы питаемся дальше с вами. Дерзко. Очень дерзко мы сейчас с вами поступили. Но других вариантов нет. Нужно как-то выживать. Хотя, знаете что? Вы на стриме говорили, что играть за плотоядную клетку намного сложнее, чем за травоядную. Ну, во всяком случае, тогда, когда ты выходишь уже потом из этого компота. Или воды. Давайте будем называть это водой. Это очень похоже на воду. Тем более, метеорит упал в воду. Так, дружище, я тебя вижу. Ты от меня не скроешься, чувак. У тебя просто нет шансов. Ну что, остается совсем немножко. Нужно найти еще какую-нибудь маленькую клетюлечку, которую мы сможем сделать ей ам-ам. Хорошо. Вот, я стал совсем большой. А кого же я могу сожрать? Вот, отличный экземпляр для наших с вами экспериментов. Давай, я тебя вижу. Я смогу тебя съесть. Тебе остается совсем немножко. Тебе не нужно сопротивляться. Тебе нужно принять свою судьбу, как есть. Отлично. Вот, еще один такой же парень. Ага, клювиками, да? Мы с тобой поборемся сейчас. Вот это очень плохо. Вот это очень плохо. Вот, на таких чуваков вообще нельзя нападать. Они, что они делают? Это бур. Короче, они, они очень сильно херачат, я так понял, токами или что-то в этом роде. Я уже, честно говоря, не помню. Че ты за мной пристал? Я просто хотел тебя сожрать, чувак. Ну зачем тебе это нужно? Так, пожираем. Становимся больше. Немножечко развернемся сейчас. Отлично. Смотрите, он напоролся на наш шип и, собственно говоря, сдох. Это какой-то камикадзе. Серьезно. Он не ведал, что творил. Так, ну вот ты мне нравишься. Ты очень неплохо поместишься мне в рот. Кажется, ты такой весь круглый, такой приятный, скользкий. Наверное, очень вкусный. Воу. 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 Я не смог этого сделать. Смотрите на его глаза, что он делает. Ай, твою мать. Короче, это тоже опасные чуваки. Я не смогу с ними сейчас бороться. Я не смогу с ними сейчас бороться. Но вот тебя бы я, кстати, сожрал. Воу. 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 А я смогу тебя съесть? Давайте попробуем. У него есть шипы. Это травоядная. Какой-то долговязик. Ёпта. Долгоносик. Давайте мы его сожрем. Я попробую его вкуснуть. Воу. 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 Не думай. Офигеть. Ну, короче, он был какой-то ядовитый. Видите, у нас ничего хорошего не получилось. Но я попробовал. Я попробовал. Мне нужно было это сделать. Так. Ну что? Давайте выживать дальше. Ах ты ступблюдок. Отлично. Я получил еще одну карточку. Электрический разряд. Да, ребят. Именно об этом я и говорил. Я говорил об этих электрических разрядах. А-та-та. Хорошо. Мы стали больше. Но у нас еще кто-то херачит. Ха-ха-ха-ха. Шокотерапия. Слушайте. Вот он был очень маленький. Но при этом очень удаленький. Он решил нас еще сжахнуть током. Электричеством. Господи, какие у тебя стрёмные глаза. Я надеюсь, ты меня не сожрешь. Хотя вполне себе возможно. Используйте зов, чтобы найти партнера и открыть редактор. Ну что, ребят. У нас остается еще одна ступень. Мы, в принципе, можем себе позволить сейчас прокачку. И поглядим, что же мы сможем, как мы сможем модифицировать нашу клетку. И что получится на последнем этапе выживания. Так, ребят. Ну что мы имеем? У нас есть электрический заряд. Но мне, честно говоря, это не нравится. 25. Кстати, яд у нас. Смотрите, выделение яда. 15. Есть хоботок. Всеядность. Способность поглощать пищу как растительного, так и животного происхождения. Слушайте, так это хорошая тема. Получается, что я его могу как бы вот сюда поставить. И при этом не пользоваться челюстями. Нормальная тема. Давайте, давайте попробуем. Давайте попробуем ее заюзать. Мы будем похожи на гигантского какого-то комара. Но наш хоботок должен быть намного больше. Что я еще могу сделать? У нас есть реснички. Я смогу очень быстро разворачиваться. Стебельчатый глаз. Глаз бусина. Какие глаза у нас здесь? Что это за глазки у нас такие? И куда они делись? Это глаз. Стебельчатый глаз. Глаз пуговка. Зрение. Глаз бусина. Это просто, блядь, жесть. Хорошо. Может быть, вот такие глазюки поставить? Давайте сделаем их вот такими большими. Слушайте, нормальная тема. Это, короче, будет такой себе клетка-недокомар, которая очень хочет в туалет. Теперь мне хотелось бы поставить еще что-нибудь. Энергетического разряда? Ну, типа, нет. А вот яд я бы мог, между прочим, поставить. Давайте мы его поставим вот сюда вот сзади. Смотрите, какая получается машина для убийства. Может быть, сделать ее больше? Что с шипами? Шипы максимально. Шипы, ребят, максимально. Ну, будем как-то, я не знаю, будем как-то выкручиваться. Может быть, вот эти штуки сделать меньше. Наверное, они никак не влияют на скорость, но при этом мне так почему-то лучше и спокойнее, когда они выглядят больше. Это значит, что я могу, ну, типа, типа, больше достать врага этим шипом. Но, наверное, это не работает по размерам. Ну что, в принципе, все. Давайте теперь поменяем ему вид какой-нибудь. Я вот только думаю на какой. Давайте сделаем его каким-нибудь... Давайте сделаем его вот таким вот зеленым. Да? Только он почему-то не стал зеленым. Я не знаю почему. Вот так и вот так. Ну и посмотрим. Посмотрим, что он из себя представляет. Мы похожи теперь на какую-то рептилию. А такую расцветку имеют существа, которые несут опасность. Ну что, ребят, последний этап. Последний этап мы сейчас с вами пройдем. Смотрите, я могу действительно питаться и растительной пищей теперь тоже. Ужас. Какой ужас. Но нужно проверить еще... Опа, пули, пули, пули. Нет, это слишком опасно. Иди нафиг отсюда. У меня целая куча яда. Я смогу, смогу, я смогу от тебя защититься. Мне кажется, он слишком большой для того, чтобы я смог от него защититься. Нужно было поставить какой-нибудь, смать, его ускоритель. Он меня преследует. Это погоня. Это погоня века. Он меня преследует. Мне нужно отсюда уходить. Чувак, подвинься. Мне нужно отсюда свалить. Ладно, я спущусь куда-нибудь пониже. Там целые баталии идут просто. Они друг друга пожир... А как ты так меня догнал? Иди нафиг, чувак. Ну, пошел в задницу. Мне нужно жить. Я клетка. Я самая сильная клетка. Я смогу выжить. Нет, пузыри, пузыри нас не интересуют. Иди дальше. Господи, что там, блядь, вообще? Яд, 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 твою мать. Плыви, плыви дальше. Привет, дружбан. Помоги мне от него избавиться. Слушайте, он как-то на меня что-то вот сагрился и не хочет от меня отставать. Смотрите, я высосал плоть. Я высосал вторую плоть. Но, по-моему, сейчас меня просто куснут разочки. Я типа сдохну, но... Но у меня есть шансы. Я же типа больше стал. Идите в зад, серьезно? Ну как так-то? У меня целая куча яда. Свалили отсюда все. Ого-го. И еще один огромный чувачок. А вы не хотите друг на друга напасть? Серьезно? Блин, остается процентов, наверное... Блядь. Ну вот он меня просто взял и уколол, и я сдох. Нужно было на него не напарываться. Ничего страшного. Ничего страшного. Этап у нас не сбрасывается. Мы можем делать это дальше. Смотрите, я выпил еще одну, сволочь. Иди ко мне. Он очень быстрый. Он очень быстрый, очень умный. Он смекалистый малый. Он решил от нас... Свалить при помощи ускорения. Давайте высасывать вот эти вот веточки. Господи. Я вырос. Ребят, я вырос. Я стал сильнее. Я стал больше. Это значит, что я теперь могу... Убивать тех чуваков, которые убивали меня. Высасываем. Оу, задница. Задница, твою мать. Меня что, съели? Нет, сваливай, сваливай, сваливай отсюда. Нас тоже начинают высасывать. Это очень плохо. Это ни к чему хорошему никого не приводило. Так, мясо я могу поесть. Ну, че ты за мной плывешь? Вот объясни мне, пожалуйста. Он умер? Он умер. А, яд на него подействовал, ребят. Я не могу его высосать. Ладно. Я повысасываю вас, ребятки. Че, решили пожрать здесь, да? Толпа ублюдков. Я смогу вас всех съесть. Так, а что с тобой делать, дружище? Кто кого высосал? Я его или он меня? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Привет, дружище. Вот так-то все работает. Это у нас остается совсем немножечко. Совсем немножечко. Процентов 20, наверное. И мы сможем перейти уже к следующему этапу эволюции. Хорошо. Хорошо. Тебя смогу съесть. Отлично. Подсосали немножечко. Еще немножечко подсосали. У нас тут, смотрите, толпа. У нас тут, я не знаю, сходка, короче, одинаковых клеток. Слушайте, ну игрушка действительно очень занятная. Учитывая, что она не будет надоедать, исходя из того, что она поделена на вот такие вот этапы различные. То есть, первый этап мы практически прошли с вами. Следующий этап это будет существо. Вполне себе неплохо, мне кажется. Так, высасываем эту тему. Так, и что происходит? Отлично. Поздравляем, вы на пути к разумной жизни. Да, ребят, вот так-то вот. Выживает, как говорится, сильнейший. Поздравляем, вы прекрасно научились ориентироваться в первичном бульоне. Когда будете готовы вступить в большой мир, щелкните на кнопку графика. Чтобы выйти на сушу, существу необходимы нижние конечности. Хорошо. Мы видим, что здесь, в принципе, происходит. Смотрите, вот были смерти. Смертей было очень много, но я без смертей, сами понимаете, да? Теперь. Что нам необходимо еще сделать? Выход на сушу. Завершите этап клеткой и выйдите на сушу. Да, мы сейчас это сделаем обязательно. Наверное, но ничего страшного. Сейчас разберемся с вами вместе. Нам нужны ноги. Вот так вот выглядит наше существо. Оно очень страшное. Я могу немножечко ему сделать вот так. Я могу его вот так вот типа раскрутить. Вот, смотрите. Вот такая вот загогулина. И поставим ему какие-нибудь ноги. Мощнозавр. Толстелла. И грамостук. Грамостук, по-моему, самый подходящий вариант. Господи. Чувак, у тебя мошонка висит впереди. Это очень стрёмно выглядит. Ты понимаешь это или нет? Давайте попробуем сделать крылья как можно больше. Он похож на кого-то чужого. Глаза. Глаза мы поставим где-нибудь впереди. Хоботок мы с вами. Хоботок. Меня интересует хоботок. Хоботок сделаем больше. Господи. Какой ужас. Это просто настоящий, мать его, монстр. Значит, вот эти усики, они мне типа, наверное, не нужны. Жгутики так называемые. Шипы, колючки. Ну, можно поставить где-нибудь на спине. Я просто не знаю, будут ли они как-то нам помогать или нет. Но выглядит это действительно очень стрёмно. А давайте один сделаем. Вот один, вот такой вот большой, мать его, шип. Пусть из задницы у него растёт вот такой вот шипик. Хорошо. Яд. Ну, яд нам тоже не пригодится. Вот, теперь я могу сделать двойную машонку. Смотрите. Вот так это всё выглядит. Ну, вполне себе неплохо. Слушайте, ну, нам ещё не помешали бы какие-нибудь руки, которых у нас, кстати, нет. Глаз пуговка. Стебильчатый. Глаз бусина. Я не знаю, что лучше. Пусть, наверное, будет. Или вот давайте такие сделаем. Он будет типа разумнее. Он что, видит? Да, ему нравится. Смотрите, ему нравится. Он в восторге. Давайте сделаем вот такие глаза и попробуем их немножечко увеличить. А не получается? Нет, получается. Всё нормально. Увеличиваются глазки у нас. Ножки есть. Вот эту штуку я уберу. Ну, смотрите, какой агрессивный чувак у нас стал. Ну что, в принципе, вполне себе неплохо. Марси Блянин. Ну что, Марси Блянин, иди, наверное, теперь на свои хлеба. Посмотрим, как это будет работать уже на суше. Короче, мы всплываем. Выходим на сушу. У нас есть ноги. И мы сможем теперь жить практически как человек, но не человек. Этап существо. Носатик, гарлок, туци, удивленец, кучерявец, ия, волокун, бензопилец. Господи, кто придумал эти названия. Да нормально всё, братан, давай, вылазь. Никто тебе не поможет, кроме тебя самого. У тебя даже рук нет, но у тебя есть крылья. Наверное... Нет, это не крылья, это реснички. Крылья, они выглядят вроде бы по-другому. Да, их нужно будет, короче, поставить потом. Таким образом мы сможем потихонечку летать с вами. Начинается новый день и новая жизнь для вашего существа. Сделайте глубокий вдох, окиньте взглядом новый мир и отправляйтесь исследовать сушу. Да здравствует эволюция. Добро пожаловать на сушу. Ваш подопечный вышел на сушу и теперь он окружен своими собратьями. Чтобы развиваться, общайтесь или сражайтесь с представителями других видов и получайте ДНК. Эволюция отражается на индикаторе развития. Давайте посмотрим. Развитие. Это индикатор. Этот индикатор позволяет наблюдать за развитием... Ну, это мы знаем как бы, да? Что дальше? Задание. Здесь указаны ваши задания. Сейчас главная цель найти пропитание. Давайте научимся находить еду. Господи, вокруг меня такие же, как и я. Собственно, как было и тогда, когда я был клеткой, но... Ха-ха-ха-ха, сука. Это просто упоротая фигня, серьезно. Я могу это как-то съесть? Он не может дотянуться. Он не может, ребят, дотянуться, к сожалению. Хорошо, давайте поищем что-нибудь другое. Смотрите, тут есть еще. Отлично. Вот сюда он может дотянуться. Мы с вами едим. Новый фрагмент. Найти фрагмент и усовершенствовать строение существ. Я вижу, что у нас есть карта, ребят. И по этой карте мы сможем с вами ориентироваться. Давайте еще поедим. Интересно, а где искать этот фрагмент? Где бы он мог вообще находиться? Нужно же научиться пользоваться типа картой. Даже не знаю. Подождите. Я думаю, что где-то... Может быть где-то здесь? Или это наше гнездо? Очень плохо, что я бегать не могу. Ну, вернее, я, наверное, могу бегать. Просто нужно понять, как это все работает. Вы вообще кто такие? Что с вами делать? Бадзу! Слушайте, ну мне бы не хотелось пока вступать с ними в контры. Хоть я и полуплатоядный, полутравоядный. Но я думаю, что они мне втащат сейчас. Так, что это такое? Давайте посмотрим. Да, смотрите. Мы с вами получаем еще новые фрагменты. Ой, что это? Новый фрагмент. Чем больше существо или скелет, тем лучше фрагменты. Понятно. Нам нужно искать вот такие вот фрагменты. Глубоководный. Это типа рот. Брачный зов, чтобы найти партнера. Это мы с вами знаем. Так, ну что? Там вон еще один скелет валяется. Давайте попробуем прийти сюда и... Замутить. Новый фрагмент. Воу, смотрите, какие они опасные. Они очень странные. Ангелоид-вожак. Господи. Как тебе хват? Это что, еще что-то мы взяли? Еще один рот какой-то, да? Нормально. Нормально, ребят. Выживаем дальше. Попитаемся сейчас. Но чувак, ребят, реально странный. Он действительно очень странный. Вот еще плоды, кстати, валяются. Давайте мы их тоже пожрем. Так. Сверя-пырык у нас тут есть. Режим общения. В режиме общения пока ничего нет. Брачный зов и прыжок. Прыжок это пробел. Я могу прыгать. Да. Я могу прыгать. Хорошо. Дальше у нас есть пение. Уровень 1. То есть я... Слушайте, они агрессивные какие-то. Они агрессивные. Нужно отсюда валить. Хорошо. Давайте позовем. Брачный зов. Блядь, танцы от бога просто. Диско-суперстар. Ну что, идемся к нам домой. Там нас ждет какая-нибудь симпатичная самочка. Она мало чем отличается от нашего самца. И попробуем спариться. И прицепить себе какой-нибудь, блядь, рот. Я не знаю. Что-то... Что-то сейчас будет интересное. Так. Где самка? Где моя самка? Так. Еще зов. А. Дальше. Дальше. То есть я шел в правильном направлении. Но мне нужно идти дальше. Я смотрю там брачные танцы. Сейчас с тобой затусим, малышка. Хе-хе. Ну-ка. А вон еще один скелет валяется, кстати. Давайте мы сначала к нему подойдем. Так. Глядим. Хит-упийца. Я не знаю, что это значит. Но будем разбираться. Так. Ну что? Танцули у нас с тобой. Давай, что-то с тобой. Чихпыхи. И все в таком же духе. Ну что-то стоишь мне. Что-то здесь... А. Нужно было нажать на нее. Видите? Господи. Какая музыка. Эй, чувак. Смотрите, как трясет своим хоботом. Нормально у него все. Нормально у чувака все. Яичко у нас появилось. Смотрите. Короче, мы растем. Мы растем. У нас счастливая семья. Мы можем прикрепить себе рот какой-нибудь сейчас. Ты что, будешь высиживать яйцо, чувак? Зачем тебе это нужно? Ты же не лошпед какой-то. Иди работай, я не знаю. На завод куда-нибудь. Окей. У нас есть с вами редактор существ. Вам доступен режим проверки. Посмотреть на существ в действии, прежде чем отправить его в большой мир. Хорошо. Мы обязательно посмотрим. А теперь давайте исследовать наши с вами пасти. Здесь у нас есть нюхано. Слухач. Недослышай. Это глуховатое существо получится. У нас есть руки. Вот эти штуки мы с вами убираем. И поставим ручонки. Какие ручонки, пока непонятно. Давайте поставим... Что у нас по ногам? Какие у нас ноги были? Мощнозавр. Громостук, наверное. Давайте тогда поставим дельтаглядную мышцу. О, смотрите, какие у нас руки теперь появились. Крутяк. Мне вот жалко его, серьезно. Он какой-то... Он какой-то неправильный. Так. Может быть вот так сделать? Да, смотрите. Он прям на пацана стал похож. Серьезно. На настоящего пацана. Нам нужно поставить ему какие-нибудь плечи. То есть здесь я могу вот так вот их вытягивать. Подождите-ка. Так. Бицуха нам нужна. Смотрите. Пусть у нас будет с вами бицуха. Бицуха. Братуха. Борцуха. Так. Вот так вот. Локоточки. Локоточки, ребят. Вот здесь толстенькие должны быть предплечья. Здесь, смотрите, какой... Он реально навевает ужас. Ну, это просто машина-убийца. Вы только посмотрите на его глаза. У него очень странные глаза. Я согласен. Как бы так это сделать красиво. Ну, пусть у тебя будет один глаз двойной. Чему, собственно говоря, нет. Вполне себе неплохо смотрится. Теперь, меня интересует, что еще. Кошкерица. Это как кошка-ящерица, только кашкерица. Сокень. Пальмоход. Короче, ребят, здесь мы видим с вами запчасти, из которых мы можем формировать наше существо. Но у нас не хватает теперь никаких, собственно говоря, очков для того, чтобы все это туда поставить. Нюхонос. Ну, нюхонос, не знаю. Не хочется мне ставить. Не дослышать. Короче, будет пока ходить так. Поживем так. А потом посмотрим, что из этого получится. Единственное, что мне хочется поменять ему как-то какой-нибудь свет. Например, на вот такой. Или на какой-нибудь другой. Вот этот прикольный. Мне нравится. Интересно. Ха-ха. Господи, это просто агрессивная форма жизни, ребят. Это, мать его, агрессивная форма жизни. Посмотрите на этот ужас. Ужасный. Эй-эй, чувак, радуется такой танец. У него, короче, если что-то не получается или в случае любых проблем, танцуй. Всегда в любой непонятной ситуации танцуй. Изучение навыка удар с разбега. О, как. О, как, ребят. И что дальше делать? Хорошо. Ха-ха-ха-ха. Блядь. Господи, это какой-то эпилептик. Но руки у него получились, ребят. Будет вот такая вот страшная... Будет вот такая вот страшная херня. Ну что, ребят. Посмотрели мы с вами, значит, игру Шенсу. Я надеюсь, что сейчас в видеоредакторе, где все это я буду соединять звук с видео со всеми делами. Все будет хорошо. Как я уже говорил, это пробная версия. Если вам все понравилось и вы хотите больше, пишите обязательно об этом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также у нас есть группа ВК. С вами был Юрий Котц. А пока всем до новых встреч и до новых видео. Скоро обязательно с вами увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова